Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Большая ягода Это больше, чем моя голова Я про молчу Ну в целом Для меня он обычный Но в миксах Соло быстро покурить всё гуд Давай следующая чаша Давай Давай там стои фокус Нихуя себе Приехали Дальше у нас пошли вкусы Overdose Собственно тоже Burn family Overdose Пряный Улун Кайфовая штука Должна бы Пахнет она чем-то Это островато-коричневое, что-то такое. По счету луна, не знаю, на запах я чая не чувствую, я чувствую только пряность. Я тоже пряность чувствую. Либо какие-то печенья пряные. Вот так бы. А-ля имбиря, может быть, что-то. Да. Ну, короче, овердос. Выкатили три новых аромата. Поэтому будем по порядку, будем называть как все они. А-ни, слушай, это курица мягкая. Пряный луну. Ну, сейчас у нас Антошка попробует, посмотрим, что из этого будет представлять из себя. Корица на просто вкусе. Я чувствую немножко чай. Приятный. Как будто здесь улун именно скорее не в плане ТГ, а скорее всего больше ближе к молочным. Потому что я чувствую легкую то ли сливочность, то ли ванильность, что-то такое. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот. Все. Это чувство, когда Женя почти чай не пьет, потому что у Жени от чаев голова едет на бекрень. Серьезно? Да. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Я из овердозы только пробовал. Это вишневый ром или что там у них было? Виноградный ром. Виноградный ром. Да, у вас он здесь тоже есть? Да, сейчас еще раз попробуем. Прикольно то, что он с легкой-легкой остринкой, но при этом он очень мягкий, такой прям очень мягкий вкус. Блин, мне нравится. Ну, сейчас я заценю, посмотрим. Вот еще, что мне нравится овердозы, это крепость. То есть для меня это, ну, комфортная крепость. То есть вот а-ля сатира, овердоз, то есть там танжик, да, то есть для меня это все идеальная крепость, да? Овердоз для тех, кто хочет покрепче. Но тут тоже надо не забывать, потому что мы все по-разному курим. Если бэйкорин профессионально кальяновый мастер, который в день там прокуривает чашу 40-30, да, вот так возьмем, для него это будет типа нор. Для обычного обывателя, как говорится, да, для обычного пользователя, естественно, он будет крепкий. Да, вкус, ну, для меня это значит топчик. Мне нравится. Я люблю это в таком духе. Что-то слегка травянистое, пряное, при этом мягкое. Оно реально мягкое курицу. Ну, а сейчас вот то, что молочность... Да, вот в плане вкуса то ли молочность, то ли... По мне так похоже немножко на ванильность. Тоже чуть-чуть. Ну, ванильность же тоже считается как... Ну, да, ну, он молочный, приятный. Ну, что могу сказать? Правда, на вдохе чувствуется легкая молочность, такой, как будто чай, чувствуется, что чаек. Да, да. В послевкусии пряны, действительно пряны, где-то как будто корица играет, либо что-нибудь такое, имбирчик. Довольно хорошо. То есть, если вот в заведение взять этот аромат, то как раз-таки кто хочет тебе такой приятный, навязчивый, крепкий чаек с пряностями, может, там будет корица, там можно еще усилить его, добавить корицу, например, в флейм и сочебаке. Да, что-нибудь такое, да. Либо имбиря кинуть, будет сам это... То есть, будет гармонично добавлять и усиливать этот аромат. Так, он не навязчивый, он не суперяркий. То есть, его приятно в соло покурить. Да. Спокойно можно будет дымить. Причем на этот вкус я ставил меньше всего, но по факту он очень приятный. Вот пока это будет топчик. Я бы взял себе его в работу, бы дома тоже взял бы себе его. Да. Поэтому давай самоги монтажа показывай и будем следующее пробовать. Опа! И теперь я тут, получается, подсасываю этот кальян. Идеально. Лучше кальян, что ли? Короче, что там? Домашняя груша. Да, домашняя груша. Домашняя груша. Дир пир. Я не знаю, какая она должна быть. Я могу сказать просто ацетона груши. Не знаю, как будет эта курица, но у меня реально сразу ацетона груши. Не знаю, почему. Знаешь, что похоже? Как будто она забродившая. Может, это одна из вариантов сидора? Я бы сказал, что это грушевый сидор. Да? Да. То, что пахнет сидором. Или что-то лучше чем-то таким. Грушевый сидор. Скорее вот идет отсылка домашняя груша, потому что... А, типа то, что... Да, сделали грушу, вот, и отсылочка идет. Это прям сидор. Типа, вы знаете, это та самая... Сразу, да. Сходу, я полюбил. Это самая банка компота, которая стоит у вас уже там энное количество лет, типа вот такая вот у тебя она... Короче, это она. По факту, да. Я откинусь, я чувствую легкую газированность, груша прям хорошо чувствуется. Реально как будто сидор. Я прям окунулся, не знаю, года два назад. Слушай, по запаху из коньян, он пахнет лучше, чем из банки. Я сейчас тоже, когда сказал, задонулось, ну чего, блин, это оказывается алкаш. Но это сидор, это сидор. Вот лично для меня сразу первый тяг. Это сидор, хороший грушевый сидор, яркий. Для меня он яркий и приятный. Это очень вкусно, это очень приятно, яркий. Хороший. Давай так, смотри, это вариация грушевого сидора, но это не сухой сидор. Это больше не сладкий сидор, наверное, дальше. И он также не сушит горло, потому что есть ароматы алкогольные, либо типа сидоров, которые могут подсушивать горло. Здесь он не сушит. Он прям таким напиточным идет. Это прикольно. Я слушаю, да, да, согласен. Насчет газированности, чуть-чуть она как бы такая присутствует, возможно, да, что-то такое, когда вот немножко подбродило, да? Причем, как оно пахнет из банки. В банке курица это, опять же, лучше. Почему? Как, не знаю, вектор, вот. Обычно, когда нюхаешь, там пахнет хорошо, а потом... Ну, не всегда же это может быть, да, потому что всегда по запаху всегда может быть обманчиво. То есть он может тебя отгонять и подпугивать, но по итогу, когда ты его уже взрываешь в чашке, то прям наслуждаешься. По большей части всегда так играет. То есть банки пахнет хрен по мячам, а по факту курица отлично все. Вот. На меня есть так оператор еще грозно смотрит, думает, ты что, совсем-то чешу ее? Слушай, сейчас вот я прикурился, блин, кайфово. Он классный. Вот сюда добавить пряного улуна? И мы, да, вообще, просто пушка. Да, на самом деле он будет гармонично брать, главное, вот этого пряного улуна добавить там в 10 центов 10 и будет хорошо играть. То есть будет добавиться пряности, чуть молочности, как раз бы хорошо гармонично играешь. Ты знаешь, как в современных крафтовых ситрах, то есть там уже идет нечистый ситр, там добавляет там отельки ванили, там что-то еще там все в таком духе. И мне кажется, вот немножко вот это вот было бы очень прикольно курить. Но вкус однозначно, ну, в работу я бы взял. Ну, я бы домой взял бы его подымить, так бы и в работу взял, потому что прикольно, алкогольная такая история. Да, это нравится. Да бы не с хостянского, а даже алкогольная, как бы и за грушу прикольно, за бродившую будет подходить. То есть давать прикольно определенные нотки. Тот же возьми айс грейни, да, АДСа, и добавь его. Будет хорошо, крас и свежести добавится, и будет прям топчик. Причем, чем дольше ты его куришь, тем больше мне начинают нравиться. Очень хорош вкус. Да, давай, я сэма ге монтажа. А то мы тут магия монтажа. Следующий аромат, это виноградный ром. Я в даром курил, но для меня была как бормотуха какая-то. Сейчас посмотрим, как тут будет курица. Потому что там был у меня не идеальный кальян, чашка тоже не самая лучшая была. В этой цели изначально ром, то есть это алкоголь из тростникового сахара. Естественно. Виноград есть, как понимаю, наш, не знаю, пробовал, не пробовал, есть кондитерский ром. Да. Вот пока что на это очень похоже. Ну, может, знаешь, для оттенка добавили виноград, чтобы... Виноград, кстати, здесь он чувствуется, хорошо чувствуется. Причем виноград, как помнишь, были конфетки 5 с плюсом, короче, вот прям очень похоже на него. Уча себе что-то решил вспомнить. Ну, реально похоже на чем-нибудь. Только с легкой такой послевкусием рома, да? Ну, слушай, алкоголь здесь чувствуется не так ярко, как хотелось бы на самом деле. То есть, если я читаю, что ром, для меня, значит, должно быть алкогольная составляющая, то есть, преимущественно, да? Здесь оно больше, наверное, как по мне лично, опять же, второстепенно, больше винограда, чем рома. Ну, может, здесь реально кондитерский ром просто добавили, не именно прям алкогольный такой. Если рассмотреть как кондитерский ром, то да, это прям хорошо. Сейчас вот начинаю тоже прикуриваться. Все-таки не 5 плюсов, наверное, конфетки, а что-то между ними и виноградом и забелой. Что-то вот между, короче. Вкус кайфовый. Ну, и скажу, что это прям топчик. Два предыдущих, которые мне понравились больше. Ну, сейчас мы прокурим все и поставим свою градацию. Ну, в общем и целом, он норм. Вот если бы ты мне сказала про конфетки опять с плюсом, я бы вообще даже не задумался. Похоже, да? Да, здравствует самообнушение, все дела. Это похоже на когда прикуриваешься, он похож больше на вот классический ну, что-то вот между но самое смешное, что мне говорили, что он травянистый. Я не чувствую травы вообще. Травы нет. Вот чувствуется газированность. Для меня лично газированность чувствуется. И виноград такой реально как будто шипучка опять плюса. Ну, может, это самообнушение сыграло у меня. Настер махинации. Рома, я вообще такового не чувствую. Извини. Возможно, он действительно как кондитерский идет, но алкоголь осуществляющий мало. Реально, мало ее. Виноград, как виноград и рассматривать. Виноград ок. Вполне себе ок. Я бы рассматривал как виноград шипучка в какой-нибудь миксак добавлял, кто хочет какую-нибудь газированность себе легкую. То есть, знаешь, просит какую-нибудь виноградную газировку собрать. Без кола, к примеру. Обычно собирается имбирь, шампунь, добавляясь, шампунь, шампанскими веду я. И вот, тут мне кажется, вот краски можно добавить, потому что он не яркий. Нифига подобного, он не яркий. Просто нейтральный. Виноград шипучка. Рома не чувствую. Я бы на самом деле белого рома добавил аромат, либо добавил калискового рома от Масхева. Карибский рома от Масхева с чего у нас идет? Немножко сливочный, приятный такой, конфетный, можно сказать. Ну, и у него алкогольный. Ну, карибский ром изначально, то есть, это все-таки десерт на большую историю. но мне кажется, тебе бы хорошо играл. Ну, да, 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 согласен. Ну, давайте так, вкус ок, но как ром провал. Вот так я скажу. Да, давай сделай небольшой топ, давай начнем с Blackburn. Ну, я, наверное, все-таки повторюсь, поскольку, все-таки, сибирская содовая немножко не дошла до сармы, поэтому для меня, если-то, наверное, будет на втором месте, ягодная корзина, то есть, уже будет на первом. Но мне не может, что-то по-другому будет. Просто это простой микс, который, в принципе, как мы с тобой сказали, можно спокойно использовать в заведухах, просто кому-то забить, либо дома, друзьям, там, по-быстрому, да. Касательно сибирской соды, повторюсь, сарма пока топ. Но для меня тут сибирская сода прикольная, хорошо, мне чем-то реально действительно похожа черноголовка, напиток. Я ставлю ему первое место, потому что у меня зашел Summer Basket, ягодная корзина, я могу сказать, банально обычный кут, поэтому на втором месте, потому что тот же самый, взять что-то ягодное, наверное, то же самое, что-то напоминает, либо Wild Wild, или как от Darkside называется. Wild Forest. Да. Или Wild Forest. Короче, да, у них есть Wild Forest и еще у них с ягод без Фореста. В общем, что-то напоминает. Не зашел прям в Super Wild, ну, типа, быстро в миксах, ледом покурить будет топчик. Теперь по овердозу, давай, что у тебя по градации? Вот знаешь, я ломаюсь между грушей и чаем, улуном, все-таки, наверное, улуны поставлены на первое, на второе домашнюю грушу и потом уже виноградный ром. Опять же, поясню, улун, потому что у курицы охранительная, курица мягенькая, прям как реально молочный улун с легкой пряностью. домашняя груша, кайфовый сидр, ну, как по мне, опять же, очень кайфовый, но просто улун на его фоне смотрит чуть-чуть поинтереснее, чуть-чуть поинтереснее, только поэтому. Так, и в принципе, они плюс-минус в одном. Ну, здесь я объяснил, потому что виноград окей, как ром никак. Ну, мое сугубо личное мнение, опять же. Ну, естественно, вкусы все разные, это всегда будет нормально. Да, не обязательно нас слушать, как бы мы... Да, мы просто мнение высказываем, поэтому обязательно всегда пробуйте их. Что я могу сказать по овердозе? Все-таки первое место я поставлю Дир Пир, домашние груши. У меня тоже было, короче, такие сомнения, какого на первое место писать, но я поставлю все-таки груши, потому что мне она зашла очень сильно, прикольно играет она, прикольно такая газированная, забродившись, чувствуется, прикольно. Чай. Это что-то новое для меня, на самом деле, покурить из молочного луна, потому что много уже чего покурил, и здесь довольно прикольно играет. То, что здесь легкая молочность есть, легкая пряность есть. Гармонично, в балансе они держатся и хорошо можно подымить. Что-то немножко заговорился, но вот виноградный ром, все-таки он слабоват, в миксах будет хорошо. Соло тоже, в принципе, можно для обывателя покурить, подымить, все дела, но что-то прям вау-эффекта не было. Все-таки это, мне кажется, больше такой десертным историем идет какую-нибудь такую делать, либо виноградную газировку собрать. Будет прикольно. Поэтому для меня он на третьем месте. Вот так, и вот такое наше личное мнение, дорогие друзья. Можете выслушиваться, можете нет, но мы лично свое мнение высказали. Естественно, если у вас будет возможность, покурите каждый из них, каждый этот аромат, возьмите, попробуйте, потому что мы все по-разному курим, по-разному чувствуем ароматику, поэтому мы с Антоном вдвоем все это прокуриваем, и, как видите, у нас все равно мнение немножко различается, потому что мы все по-разному чувствуем. В целом, хочу магазинам Кумар сказать спасибо то, что поддержали этот видеоролик. Давай еще подожди, мы еще должны сказать про Кальян. Про Кальян мы сейчас скажем. А, все, давай, что ты перебиваешь. Извините. Вот. Еще раз повторюсь, магазинам Кумар огромное спасибо за поддержку Антону, спасибо, что принес эти ароматы, вместе прокуриваем. Лучший торговый представитель города Ирисавль. Вот, также масонам хочу сказать огромное спасибо, что предоставили помещение, что мы снимаем в данный момент здесь, здесь на веранде летней, ну, уже лет уходит, но здесь все равно довольно комфортно, мы с ним в футолках, в принципе, но уходит ноябрь месяц скоро. А? Ноябрь месяц скоро. Но если покурить эти ароматы, всегда тебе в душе тепло и хорошо. Ого, да, да, да. Теперь хочу передать слово Антону насчет Кулиану. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок собственно, по коленам, как мы говорили, это у нас версия игла от эльбомбера. В принципе, к коленам эльбомбер я отношусь нормально, ничего против них не имею, они, в принципе, за свой ценник так-то не делают нормальные пушки. Вполне себе. Да. Это уже, наверное, это второй эльбомбер, который мы курим, первый был Midnight, соответственно, этот у нас идет игла. Честно, покурительные свойства между Midnight'ом и иглой я разницы не заметил. Да, то есть, там, конечно, в плане внешки все-таки Midnight выигрывает, но коннектор. Вот здесь вот. Здесь коннектор лучше держится. Прямо в разы просто. Да, то есть, его даже чувствует, что он плотнее, и здесь никаких будет никаких нареканий. При том же, сам модель игла, здесь сделана коллаборация с BlackBurn'ом, да, и еще игла, в принципе, она не разборная. То есть, у него, по факту, только шахты раскручиваются, и все. И у нас оператор просто вовсю сдерживается, чтобы не сменяться. На фоне ее будет прекрасно слышно. Лучший оператор. Да, собственно, здесь на коробке представлены, как бы, вариации, какие они бывают, эти сами накладочки, да? Да, есть как каллиграфия, как я помню, есть Aztek и много других. И вообще, дизайн сам разрабатывался, ими не вспомню, фамилия Калашникова, он же занимался дизайн, как концептик-дизайн, кальяна, японам, кальянами, вот тут, то есть, в принципе, максимально хорошо вошли. И если так смотреть, в принципе, все хорошо сделано, комфортно курится, у него есть как и диффузор, так и классическая тяга. То есть, можно диффузор будет открутить. Я думаю, видеоролики там в начале вставочки увидели бы, посмотрели, то, что диффузор откручивается, можно как на классике курить. Но особая разница между миднайдом и иглой я не почувствовал по курительным свойствам. Все так же, курица, комфортно, мягенько. там дальше уже, соответственно, там есть какие-то свои нюансы, ну да, но так довольно комфортно, хорошо все курица и, в принципе, огонь. Да, кстати, это кальян очень многие сравнивают еще с механикой, ну, потому что есть схожесть. Есть схожесть, да. Но давайте так, это не механика, это другой кальян вообще абсолютно. Ну, сейчас, с вашей механикой, пока ты соберешь, разберешь, просто скажешь себе «до свидания». Здесь намного все проще, здесь, в принципе, ничего не разбирается, не откручивается, поэтому элементарно, кроме нижней погружной части. набирал на видеоролики и тут ничего сложного не было. Да, да. Касательно розыгрыша этого кальянного там, следите за новостями хука-маркетом, подписывайтесь. Ссылочки все будут под описанием видеоролика, да, что вот. А на этом розыгрышу, знаешь, что я думаю, у меня лежат вот такие же щипцы, короче, в машине, просто так лежат, уже месяца три, наверное. Чего у тебя только в машине не лежит? Да, ничего не говори. Давай, что мы вот такие же щипчики, бёрновские, разыграем. А, давай тогда какие условия сделаем для розыгрыша? Условия любые. Кредитная ставка 11. Ну, на самом деле, давай просто банально по репостикам посмотрим. Вконтакте, вконтакте разыграем, как обычно. Да, да. Где проще всего прослеживать. Ну, в общем, друзья, что, будем подписку организовать на кого-нибудь или что-нибудь, или просто пусть сделают репост, напишут, что участвуют. Да, сделают репостик, этого достаточно, я думаю. Всё, ребят, поставить лайк, сделать репостик и написать, что я участвую. Всё. Уже в описании видеороликах я уже напишу, когда результаты розыгрыша и все вот на духе. Да, что ж, прямых рук вашему мастеру. У вас я был сочный, вкусный келян, хорошее настроение и всегда было всё отлично у вас. Всем пока, счастья, любви, здоровья, до скорых встреч, всем пи-с-пи-с, всем кис-н-кис. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok